Хотелось бы отметить игру Мага, а нет, не хотелось бы. Три минуты с его мамой и я решу вопрос. Я очень красив, как минимум красивее себя под Ягой. Апнуть МКу Семёну, Нурмхохол, таких мало. Майлк пишет, вам косари зелёных и вы сливаете. Здарова, с вами Морф и уже четвёртый эпизод Проспродоты. Напоминаю, что в этой рубрике я пытаюсь доказать, что многие профессиональные игроки вышли с форума ПД. Сегодня поговорим об одном из ключевых игроков веги и зе панга, а также о знатном рофлере. Речь идёт о Семёне Сёма the Slayer. Мы обещаем выложиться на полную мощь. Челюсти акул готовы. Я играю пьяные обычно, поэтому... Чекаем профиль Сёмы. Рега 2010-го. Почти что олд. И уже в четвёртом выпуске подряд у нашего героя в районе двух тысяч постов. Прямо магия какая-то. Свою первую тему в вакансиях Сёма создал в марте 2012-го. Уже тогда он был известен в дотокругах и получил позитивные рекомендации. В том числе и от Ванскора. А уже через месяц в новой теме Ванскор предложил себя в качестве тиммейта. Тут же отписался и ноуфир. Вообще апну темку Семёну. Нурм хохол. Таких мало. Да пошёл ты. С друзей удаляешь всегда. Интересно, что с этими двумя проигроками Сём очень много общался в дальнейшем. Но об этом чуть позже. А пока Семён продолжил регулярно создавать новые темы в вакансиях. В основном там были недельные команды. В сентябре этого же года на вакансию Семёна откликнулся сам ноуфир. К сожалению, совместная игра негативно повлияла на обоих игроков. И после смены состава они довольно жёстко гнобили друг друга. Но не будем о грустном. Сёма был знатным рофлером и любил пошутить даже в собственных темах. Я очень красив. Как минимум красивее себя под ягой. А вот как Семён описывал 2012 год. На миксы несерьёзной команды где-то получалось. Я помню, даже мы одним миксом собрались за два дня и выиграли Квалу на DreamHack где-то в 2012 году. Но поехать тогда никто не мог. За гранд-паспорт не было ни у кого. Тревел-саппорта, наверное, тоже не было. Тоже не было. 2013 начался с новой темы поиска вакансий. Великая команда DTS 2010 ищет саппорта. Ростер великолепен. Амбиции велики. У нас есть спонсор. Это мамулечка Масакса. Даёт по пять пирожков с картофаном на рыло в месяц. Желательно, чтобы я вас что-то слышал, а не Виталька Селёдочка 22. Из интересного на эту вакансию откликнулся Алоха Дэнс, один из будущих друзей Сёмы. С этого момента Сёма выбрал какую-то тактику и стал её придерживаться. Я пытался создавать микс из друзей, плюс два там каких-то, мы добирали сами, находили людей. И так пытались играть по два-три месяца. Потом что-то не получалось, делали перерыв и опять то же самое. На майскую тему Сёмы откликнулся сам Фанни Пипл из нашего прошлого выпуска. Ворвусь к хохлам, белоруса не хватает вам. Далее были темы в июле и октябре. В обеих преобладали положительные отзывы от хайскил игроков. Ну и последнюю тему в вакансиях Сёма создал в декабре 2013. До его попадания в Вегу оставался всего год. Перейдём к общению с Семёном на форуме. Все его посты можно разделить на три части. Примерно 40% он написал в вакансиях, ещё 40% в топике Веги, а оставшиеся 20% он написал в прочих разделах форума. Начнём с вакансий. У постов Сёма было две особенности. Первая, он почти никогда не отвечал ноунеймом, а если и отвечал, то с однозначным посылом. Автор, у меня для тебя важное послание. Послание на хуй. Автор остывший чай. Вторая особенность Сёмы, его постоянные рофлы. У тебя в скайпе только дотеры, мне тебя жаль. Ты забыл про эхо-саунд-тест, дефектный. Бросил наркотики в себя. Причём очень часто рофлы были над бывшими или текущими тиммейтами Сёмы. МБ, кто не в курсе. Автор работает парикмахером, так что если возьмёте в клан, да ладно, можете не стричься. Ты думал, я забуду, как твою бабулю звали? Все и помнят фразу. Фёдоровна, сосисоны и побыстрей. Среди тех, с кем Сёма общался больше всего, были Гром, который до сих пор модерирует про доту. Поиграю за каких-то небомжей. Тегги, МКБ, член, Харьков, Сосал. Шадовех. Кстати, вот один из юзеров попытался оформить вакансию с переводом на английский. Тут вам и экспириенсов капитанства, и 7-сап, и прочие перлы. На это Сёма ответил. Нужна помощь Шадева в переводе. Он ходил на каникулах, на курсы и получил 20 баллов. Далее в списке собеседников Сёмы Масакс и его мама. Всем похуй. На тебя ток. Если бы не твоя маман, которая уже полвакансии пирожками накормила, и не только, тебя бы уже давно забыли. Ванскор. Ванскор может и школьник, но хотя бы не отбитый, как нагибатор. Андершок. Дима Андершок. В узких кругах гоф на мешок. С недавних пор офишал фазер. Ноу фир. Очень толсто. Толще только гуми и мать математика. А бы ссал мой спонсорский стак за 20 минут. А еще в свободное время продает на рынке радиодетали. И замыкает список собеседников Сёмы по форуму его одесский друг Гуми. Кул стори. Мама Гуми ходила к гадалке и та сказала, мол, сын у вас будет капитаном. И Гуми такой вчера грамоту приносит, где написано Юра Назаров, капитан команды. Первое место. Гадалка не спиздела. Вообще, Гуми был, считай, легендой в вакансиях. Например, вот темка, где Сёма рассказывает, что родители Гуми решили отобрать у него компьютер из-за проблем с учебой. Три минуты с его мамой и я решу вопрос. Рофрил Сёма из врывов известных личностей в вакансии. Альтаода. Встречал этого пацака на просторах ММ. Нищий. Еще и друг барабану. Встречал этого пацака на просторах. А, бля, нигде не встречал. Наверное, потому что он никто. Пойду, блядь, сачку выпил. Случались ли Семена и жесткие пригорания пятой точки? С Ландер играют три игры с Илабиром. Сосет хуй 0.10. Это и есть кик меня из-за того, что играть не умею. Сорри за пригорание. Особенно выделю его срач Сноуфиром Иван Скором. Зря год назад не пошел в ПТУ, как мама хотела. Так бы поваром заделался и норм. В общем, ты дворник. Ваня, иди на рынок продавать футболки. Я понимаю, что у тебя молочный зуб на гумме. Ведь он включал школьную пору в конфи, и все над тобой смеялись. Но завязывай. Уже здесь прослеживались намеки на мем с юзлы с корешком. Ум человека измеряется в одном аттестате. Думаю, нет. Как вы могли заметить, Сёма любил шутки про мамаш. Вот вам еще пара примеров. А по этому сообщениям того, что эксклибуру мамуре портил. Теперь о сообщениях Сёмы вне вакансий. Еще в 2010-м он активно писал в темах, не связанных с дотой. А вот Сёма рассказал, что учился на дипломата. Хотя на самом деле... Ну и куда же без полезных советов. Собираюсь строить баню в деревне. Нужен совет. Мойся под дождем. А вот посты Семена о сериалах. Особенно эпично он спойлернул «Игру престолов». Кстати, тут спойлеры к 4-5 сезону. Старков ёбнут на свадьбе. Тирион ёбнет батю. Дейенерис повесится на хуе дракона. Ходор сдаст ЕГЭ по русскому на сотку. Всех актеров молодежки повесят. Если говорить о дота-разделах, Сёма любил обсуждать мувики, а также иногда давал советы и roflus.dota2.ru. Можно ли спиздить желаемого героя, если его хотят дохуя человек? Согри их и пока не будут писать ответ. Пикай. Еще он вливал инсайды о турнирах. Как можно проебать такой фривин? Например, когда в скайпе Майалк пишет «Вам косари зеленых и вы сливаете». И отдельного внимания заслуживает темка менеджера RockSkiss, который искал стендина для этой команды. Правда, Сёма, как обычно, отшутился и свой шанс не использовал. Как и Рамзес, Сёма играл на турнирах от ProDota. РЗК, Андершок, Джуда и Оби-Ван Банан. Два брата. Именно после январского ProDota Cup'а Семен собирает состав «Бухло Игорь», который позже превратится в «Вегу». И вот тогда я понял, что хочу играть в своей команде. И создал опять команду с РЗК и Андершоком. Назвал ее «Бухло». И потом это «Бухло» трансформировалось уже в «Вегу» плавно. За полгода. Потом опять череда изменений. Мы привлекаем уже Мага Сова. Мы отбирались на ванны и знали, что когда-то выиграем хоть что-то. Вот мы и добрались до топика «Веги», где Сёма, конечно же, в основном продолжал рофлить. Жду звонка от Зеро, а сети в ДНР нет. Иногда Семен вливал и серьезную информацию. Например, когда у него были проблемы с визой в Америку. Да хватит рофлить. Я же не из ДНР. Пока непонятно, что с визой. Лучше бы помогли. Устроили парад с Лейра в Германию. Да летел бы прикольно, без проблем. В связи только проблема была. С полетом нет. Сёма почти с самого начала пообещал выиграть крупный лан. Кто на удаление? Что кубок подниму? И сдержал обещание, когда Вега взяла ESL One New York. Упоминал Сёма и игру в Counter-Strike. Мы всегда играли в КС. У нас орлы с вениками. Психологически мы глобалы, конечно. А также интересовался, как продать шмотки. Парни, Лёхий выпал золотой баксхаунд. Как с помощью пикселей стать магнатами? Были в теме и рофлы про Карину. Я чё виноват? Что при пике у меня в голове? Мор-мор-мор. Мало кто знает, но Кариночка это мой сольный проект. Были и подъёбки известных юзеров, вроде Туалетного и Пингвина. Но больше всего Сёма любил рофлить со своих тиммейтов. А что делать? Если кое-кто во время игры хуярит на рулетке и орёт во время файта, ну да крути, блять. Я даю граев только в мага и соло, чтобы сэвить медийность команды. Вовик купается в фонтане, дебил с Херсона. 3-2-2 уёбище не может засэвить Эмбера. Я гений 0 ошибок. Вы тоже красавцы, любой красавец, кроме этих четырёх недолюдей. Из видео понял, что Паша маг соло, три аутиста. Я четвёртый. Соло на ченне, вега на члене. Особое место среди тиммейтов занимал маг. С одной стороны, Сёма троллил его жёстче всех. С другой стороны, маг получал и хвалебные отзывы. У нашей команды есть особый приём. Захвачи пемка. Не голландский или штурвал называется. И последнее, что можно вынести из темы веги, это дружеские отношения между Сёмой и Алохой. Илюх, если я напишу «дай выиграть», мне нужней. Что ты сделаешь? Скорее всего, сделаю противоположное. Но верю, что когда-то наша дружба станет чем-то большим. Общались они с Алохой в топике Эмпайр. Эмпайр лучший орг, Стрэнджер лучший менеджер, Ноуфир лучший игрок, Алохо лучший друг, а я просто лучший. Ту же тему Сёма вливал инсайды по Ноуфиру. Был конфликт, в котором хвост просто спросил. Саня, где твой нетворс? Саня сказал, ищи команду и ливнулся скайпа. Возможно, расскажу, как Соло Ноуфира порезал на дримхаке. А также другие инсайды. Парочку постов оставил Сёма и в топике Виртус Про. Ну и конечно, он вернулся в топик Веги после кардинальной смены состава, когда их покинул Паша, Нун и Соло. Допустим, у меня в команде 4 анимешника оказалось, неплохо. Получив команду ФНа, топик отмывания лоу-приорити стал для Сёмы очень актуален. Кто отмоет Ростику ЛП5 игр за бабки? Как долго вы привыкали к Ростику, как к человеку, а не игроку? Полгода привыкаем, еще не совсем привыкли. Смена состава не помешала Сёме продолжить рофлы. Дайте одеться не как охраннику, а потом уже и сыграться можно будет. Как обычно, многие рофлы были в адрес тиммейтов. Плюс к туалетному, что Ростик с татухой дерьмо начал жрать. Я понимаю, у нас в ДНР татухи делать, чтобы люди понимали, откуда ты. Пехота, танки или конницы, допустим. На худой конец можно комбайн набить на шее, типа ты человек с завода и мирный парень. Но зачем же просто так набивать розы и руинить себе жизнь? С течением времени Вега не показывала былых результатов. И предчувствуя кик, Сёма написал парочку серьезных постов. Через месяц после этого Сёму действительно кикнули из Веги. И он больше не писал на ProDot'е. Захожу на КВ вчера, а там Акбар. ГГ, конец эпохи, где ЗП бы полутать. Вплоть до возвращения в состав Панга в конце 2018-го. Рэ ди фо ЗП. Вот и все на сегодня. Хочу сказать, что создание данной рубрики требует немалых усилий. Поэтому если вам понравилось это видео, то приложите чуточку усилий в ответ и поставьте лайк. А также подпишитесь на канал, если еще этого не сделали. А с вами был Морф, всем пока! Алоха, next! Все возможно!